Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня свяжем имитацию больше напоминающего ручейника, но она может подойти и при определенных изменениях тела и к имитации бокоплава. Давайте я расскажу о материалах и мы с вами приступим к изготовлению. Значит, тело. Тело можно изготавливать серым, вот таким слегка болотного цвета коричневым, оливковым. Или же, как вы, допустим, уже я неоднократно вам показывал, я использую зачастую вот из наборов у меня определенных, это вот штапельная такая шерсть, которая продается для рукоделия. В ней достаточно хорошо попадается, вот как вы видите, вот такое хорошее штапельное волокно. Поэтому изготавливать можно в любых оттенках. Поэтому для начала нам необходимо подобрать крючок, учитывая то, что я буду делать соответствующего изгиба. Я не буду брать крючок чисто граб или шримп, а я взял вот крючок вот такой серии ЭЛЭСКО, у которой 12 номер я взял. Желательно, конечно, изготавливать на 14, но учитывая то, что я буду хорошо огружать свинцом свой крючок, поэтому мы немножечко заберем полезной площади у нашего загиба. Поэтому вы подберете для себя сами, как вам будет удобно. Если нет, можно спокойненько подогнуть. Свинец очень часто продается вот в таких всевозможных наборах, или же вот так, отдельно, или, как я уже вам показывал и рассказывал неоднократно, я довольно-таки часто использую свинец, который чисто медицинский. Вот продаются такие своеобразные пластины для электрофореза, для электропроцедур. Ну и, как всегда, нить подберете по толщине, по цвету, для того, чтобы не скользило. Я для начала слегка промазываю цевьё клеем. И давайте теперь будем изготавливать. Нить должна быть не сильно толстая, но и в то же время достаточно крепкая. Закрепил нить. Это я для того, чтобы себе сделать своего рода как ограничитель, там, где я уже не буду наматывать мой свинец. И уже будем формировать головку, чтобы не было у меня большой скученности материала. Если толщина свинца не позволяет, вот как, допустим, немножко в моём случае, я взял и слегка прокатал. Можно зажигалкой, можно катком, чем угодно. У меня имеется специальное для этих целей приспособление. Поэтому, как вам будет удобно. Бокорезами не годится, утконосами тоже, потому что не совсем красиво получается у нас контур. Подхватили, слегка захватили ноготками. Ну, а дальше уже процедура, в принципе-то, для вас, для всех понятная. Как сделать качественно обмотку свинцом. Давайте изготовим и потом продолжим. Вот мы с вами подготовили вот так тело. Как вы видите, я специально огрузил только лишь вот эту часть, для того, чтобы у меня как можно меньше было зацепов. И, не стесняясь, хорошо промажу клеем. Теперь самое главное, как я вам рассказывал, необходимо нам подготовить те материалы, которые будут дополнять нашего ручейника. Вот я и отрезал. Вот такой кусочек полиэтиленовой плёнки. И таким вот коричневым маркером прокрасил внутреннюю часть. Понятное дело, вы спрашиваете, как долго служит. Оно всё вымывается. Но наша мушка будет или раньше утеряна, или потрёпана рыбой так, что полиэтилен раньше не вымоется. Как вы видите, я слегка под небольшим углом, для того, чтобы не утянуть ниткой мою плёнку, подхватываю ту часть, которую мне необходимо. И у меня плёнка стала вот так вот строго сверху. Уже она никуда не уйдёт. И аккуратненько я уже теперь беру и подтягиваю так, чтобы моя плёнка ложилась строго по центру, аккуратно, без надломов, огибала мой крючок. Вот так примерно. Этого будет вполне достаточно. Ещё раз слегка пройдёмся. Самое теперь основное. Вы часто спрашивали. Я всегда использую всё, что можно будет взять, допустим, у нас в хозяйстве. Провод, дросселя, катушки, всё, что угодно можно использовать для изготовления и сегментации. Я беру леску где-то 0,12, не толще, так как величина моего ручейника, чтобы сильно не выступала леска, нам только необходимо хорошо продавить. И не нарушая пропорцию, я по всей длине прихватываю леску. Теперь самое главное, чтобы мушка аккуратно потом сегментировалась, необходимо леску вывести к низу, к загибу, и её здесь оставить. В дальнейшем, когда мы будем с вами продавливать и сегментировать тело, мы не будем рвать и разворачивать нашу плёночку. Крючок, понятное дело, находится в таком положении, потому что удобно и наша нить, и материалы не ползут по нашей мушке. И промажем клеем в достаточных пределах, но не так, чтобы это всё у нас потом вылазило на материале. Опять же, беру клей-карандаш. Можно использовать вощину, можно использовать церковную свечку. Любой хороший материал, который даст возможность потом закрепить нам мех. И я не зря вам показал разные все наборы. Вот очень удобно, как вы видите, толщина позволяет мне изготовить тело. И я беру теперь из набора шерсти вот такой вот пучок и вытягиваю его. И у меня вышло вот такое штапельное волокно. Достаточно удобное и хорошее для моей работы. Прикладываю по всей длине. Стараюсь сильно не приминать материал. И потом, как я уже вам неоднократно рассказывал, мы только лишь до первого вот касания подошли. Коснулись и теперь уже можем спокойно скручивать дальше нашу даббинговую нить. У нас вышла вот такая достаточно крепкая и тонкая нить. Учитывая то, что мы уже промазали клеем, нам достаточно удобно и легко формировать теперь тело нашего ручейника, бокоплава, как вам будет удобно. Стараемся соблюдать ту пропорцию, которая есть у насекомого, чтобы мы могли не сильно захламлять габаритами нашу нимфочку. Как вы видите, достаточно хорошо проявляется сегмент. Очень хорошо потом мы расчешем наш мех, шерсть вернее, и проблем дальше в изготовлении уже у нас не будет. Вот и все. Дошли до места формирования нашей грудки. Теперь мы с вами должны взять, закрепить нить, чтобы она у нас никуда не убежала. Берем, ставим в удобное положение. Для меня удобное положение вот такое. Наш крючок. Я не креплю больше никаких блестящих элементов, они мне не нужны. И аккуратно подтягиваем, сколько нам нужно. Стараемся, чтобы равномерно огибала пленка наше тело. Делаем парочку таких вот притяжных оборотов. Пленку пока можно вверх отогнуть, но не отрезаем. Опять же, чтобы нитка не убежала, опять берем ее и крепим здесь парочкой накидных узелков. И теперь уже нам надо поставить в более удобное положение для сегментирования. Берем нашу леску. Как я уже неоднократно вам рассказывал, я просто беру, выбираю, ставлю в удобное для себя положение. Естественно, тормозом подожмем немножко. И в обратном или в том же направлении мы начинаем, начиная от загиба, хорошо вот так придерживаем пленку, чтобы она не убежала, продавливать леской. Хорошо, хорошо, выбираем равномерные шаги. Доходим до места крепления нашей грудки. Переворачиваем нашу пленочку вверх. И здесь делаем, здесь уже не имеет большого значения, сколько, пару-трульку хороших оборотов лески. Подхватываем ее, перекидываем, опять подхватываем, опять перекидываем катушку. Все, мы ее закрепили. Аккуратно стараемся не повредить другой материал. Берем теперь наш клей и аккуратненько наносим на место крепления лески. Так как это полиэтилен, сам монофил, сам по себе достаточно материал ненадежный, может убежать. Годится. Теперь аккуратно формируем теперь нашу спинку, вот тот горбик, который у нас будет. И теперь смотрите, так как нить у меня ровнится, она постоянно старается разровняться, я сейчас ее скручиваю, подкручиваю и опять же проматываю, слегка заходя на то место, где мы с вами изготавливали тело. И здесь оставляем. Учитывая то, что грудка моя будет несколько темнее, я ее должен опять подкрасить коричневым, а потом черной сверху мы сделаем своеобразные точки. оставляем. Грудка у нас будет изготавливаться из вот такого даббинга черного цвета. У него очень хорошие ворсиночки и очень-очень хорошо делать, потом начесывать лапки, так, чтобы ворса была несколько длиннее. как вы видите, вот хороший, тоненький, из кролика раббит, как обычно пишут, даббинг. Также мы берем с вами и рассредотачиваем на нитке весь наш даббинг вот такой пушистой прядью. После этого я опускаю катушку вниз и прокручиваю. Выберите для себя левое, правое вращение. Обычно говорят, если левое, то при наматывании даббинг у нас не становится рыхлым, а при правой намотке он несколько у нас рыхлее. Ну, как вам будет удобно. Вышла вот такая ниточка, лохматая. Мы как раз ее специально такую изготавливали для того, чтобы хорошо была видна имитация наших лапок. И теперь уже стараемся несколько толще по диаметру уводим наши бородочки меха в сторону изготовить грудку. За один раз, понятное дело, у нас не получится выполнить то количество для формирования грудки. Поэтому это необходимо еще повторить операцию. Давайте мы ее повторим и потом продолжим. Теперь я поставил крючок несколько приподнял выше, чтобы мне было удобно работать. То есть, мы все время соблюдаем ту плоскость, чтобы материал не соскальзывал и крючок у нас помогал при вязании. мгновенную зубную. И я вот так вот беру эти все шерстиночки, вычесываю вниз. После этого я слегка уложнил пальцы и возле колечка убираю их вот так назад, так как мы с вами сейчас будем формировать головку. Уводим опять те бородки, которые нам мешают. натягиваем вот так нашу спиночку и нам остается только лишь сейчас мы отпустим немножко тормоз. Остается только лишь следить за тем, чтобы мы не налезли сильно на колечко. Держим натяжку. Пленка не должна у нас быть скомканной. выполним один, два оборота, три, сколько вам необходимо. И теперь, как вы видите, вот вам видно, мы оставили достаточное место у колечка. Я обычно всегда для того, чтобы пленка более качественно держалась и не было никаких потом в дальнейшем проблем, делаю вот такую операцию, чтобы вы поделюсь с вами, вы просили. Намазываю слегка промазываем клеем нашу нить, чтобы не было у нас скомканности на головке. И здесь теперь уже окончательно делаю два-три хороших оборота. Переворачиваю теперь пленку вверх и теперь буквально перед колечком поддавливаем витками наш полиэтилен. Вот здесь у нас места достаточно для формирования головки. Теперь мы берем аккуратно не за один прием отрезаем остатки нашей пленки. Вот так. Теперь нам остается только лишь ее слегка подкрасить и сформировать головку. Вот и все друзья мои. Как вы видите мы капнули совсем немножечко капельку лака чтобы был закреплен наш материал и достаточно длинные те волоски которые нам мешали мы просто подрезали снизу ножницами. И вот такая уловистая приманка которая изготавливается при меньших разговорах буквально за 5-7 минут. Благодарю вас за внимание до скорых встреч.